11 июня, а это уже в воскресенье, пройдет велопробег, приуроченный ко Дню России. Организатором выступила госслужба СМИ, а партнерами стали МВД ПМР, Министерство промышленности и регионального развития, Государственный таможенный комитет ПМР и Агропромбанк. Ну и как же в таком роде мероприятие без куратора, того, кто разбирается в велосипедах, как рыба в воде? Давайте встретим гостя в нашей студии, председателя общественной организации «Велоклуб по катушке» Игоря Крижановского. Доброе утро. Доброе утро. Игорь, ну первый вопрос, стоит сразу начать, собственно, диалог наш с необходимых мер безопасности, наверное, которые нужно предпринять при велопробеге, во время велопробега. С чем приходить? Вот так вот. Каждый участник велопробега должен понимать, что он едет на своем велотранспорте, и данное его транспортное средство, вело, должно быть в исправном техническом состоянии, потому что это, в первую очередь, его безопасность, но то же самое, с другой стороны, это и безопасность его окружающих, потому что при движении колонны, если вдруг что-то может случиться с его техникой, может, ну не дай бог, упасть или что-то еще случится, то это может тормознуть колонну. Поэтому в данном случае каждый участник должен понимать, чтобы его транспортное средство было в исправном состоянии. Это первое. И второе, как бы мы обеспечиваем техническую поддержку, ну, благодаря велошколе. То есть наша спортивная велошкола так же само оказывает техническую поддержку, это дешевр номер три, в котором будет сзади двигаться автомобиль, и в котором будет находиться веломеханик. То есть при каком-то вдруг неисправном состоянии велосипеда, по пути движения велоколонны вдруг что-то случится, то будет мастер, который окажет данную техническую помощь. Единственная просьба к самим участникам, у которых вдруг возникает какая-то поломка во время движения колонны, просто принять в правую сторону, остановиться и поднять руку, показать сзади идущему автомобилю, чтобы ему оказали помощь техническую. — Получается, допускается к пробегу, то есть любой преднестровец может? — Допускается абсолютно любой желающий, достигший 14 лет. То есть младше, чем 14 лет не допускается, потому что, первое, это безопасность, а второе, младше, чем 14 лет может данный маршрут не вытянуть и скорость не вытянуть. Поэтому, согласно даже правилам дорожного движения у нас по ДД Приднестровья, от 14 и старше. — А если он будет сидеть просто на багажнике, в каком-нибудь сети байка? — Нет, если будут находиться на багажнике родителя, то вот, пожалуйста, да. — Заявки нужно заранее подавать, или можно прийти вот в воскресенье, прямо в назначенное время, в назначенное место, и все, и сесть, и едет? — Нет, может присоединиться любой желающий без предварительной заявки, присоединиться, так же самое можно присоединиться во время движения колонны по маршруту. Маршрут будет от центральной площади города Террасполя, через Бородинку, совхоз имени Фрунзе, на выезд через Парканы-Терновку и в сторону Бендера. Далее возле поста ГАИ повернут, и к Бендерской крепости через 3-й КПП уже заедем в Бендерскую крепость, где проведут для всех участников бесплатную экскурсию. — Игорь, вопрос. Какая вообще цель этого мероприятия? Для чего оно было организовано? — Цель данного мероприятия — это показать, что Приднестровье находится вместе с Россией, то, что Приднестровье является частью русского мира, поблагодарить Российскую Федерацию за то, что оказывает поддержку Приднестровью уже на протяжении многих лет, потому что все прекрасно понимают, что без России Приднестровье бы не существовало. Поэтому в данном случае мы хотим поддержать и поблагодарить Россию и народ России за то, что они поддерживают Приднестровье. И таким вот именно здоровым спортивным мероприятием отметить День России и поздравить всех граждан России и всех, кто себя чувствует частью русского мира с Днем России. — Есть ли какие-то предварительные данные? Сколько примерно человек? — Ну, по предварительным данным участников будет где-то около 150. — О, если предварительные, то только 150, да? — Да, да. — Игорь, давайте напомним, что при себе нужно иметь. Это вода, какой-то головной убор желательно, правильно? — Ну, при себе нужно иметь... Каждый должен понимать, что он движется на личном транспорте, то есть он приезжает на своем велотранспорте, это первое. А второе, должен быть обязательно головной убор. Если есть шлем, то, конечно, это желательно шлем. Если нет, то кепка там, либо панамка какая-то, может быть, бандана. И в обязательном порядке это необходимое количество воды. Потому что при движении, все-таки в движении, погода у нас сейчас лета, погода жаркая, поэтому вода обязательно должна быть. Ну и отличное настроение. Берем своих друзей и приезжаем на велопробег. — Ну вот отличное настроение мы предлагаем вам поделиться с нашими телезрителями в форме пожелания какого-то. — Ну, хочется пожелать нашим телезрителям бодрости духа, держать и поддерживать свой организм в спортивной физической форме, потому что все прекрасно понимают, что в спортивном теле здоровый дух, крепкий дух. Поэтому в данном случае занимаемся спортом, занимаемся спортом. И самое главное, чтобы это было в удовольствии. — Спасибо. — Спасибо большое. Игорь, давайте напомним напоследок еще нашим телезрителям. В воскресенье где встречается и во сколько? — В это воскресенье, 11 июня, на центральной площади города Террасполя, возле памятника Суворову. Собираемся с 9.30 до 10. Собираемся на этом месте. В 10 часов начинаем выстраивать колонну на проезжей части. Впереди идущие будут у нас сотрудники управления ГАИ, которые будут сопровождать колонну. И в 10 часов стартуем от центральной площади города Террасполя в Бандересскую крепость. А дальше уже организаторы по пути следования будут, конечно, направляющими и вести колонну. — Спасибо большое, что это утро провели в нашей компании. И хорошего вам дня. — Спасибо вам. — И велопробега хорошего. — Спасибо. — Мы советуем всем принять участие в велопробеге. Очень важно, конечно же, выбрать правильный велосипед. У нас их пара типов в городе. Это либо шоссейный, либо горный или МТБ, но также бывает еще и городской. А вот какой именно нужен вам, мы сейчас поможем выбрать. Субтитры создавал DimaTorzok